Всем привет! Сегодня очередной выпуск, а точнее второй выпуск передачи Нелега. В прошлом выпуске мы рассмотрели конструктор Город Мастеров, мне он не очень понравился. И в этом выпуске это будет всем известный конструктор Брик. Вот его лейбл, фирман, который выпускает. И начнем, наверное, рассматривать, я их купил очень много, только начнем рассматривать с серии, аналог, наверное, Лего Подводный Мир, который, да, Лего Сити. Здесь же это называется серия Пик Бот. Я долго искал в интернете, то есть Пик это свинья, бот это лодка. Но оказывается на американском разговорном языке это подводная лодка-субмарина переводится. Давайте пробежимся по коробке. Значит, артикул 12215, возраст 6+, 100 деталей, серия написана. И название набора. Это, я так понимаю, дельфин на обсерватории субмарин. То есть подводная лодка по изучению дельфинов, скорее всего. Здесь представлен на лицевой стороне коробки представлен небольшой кусочек подводного мира, так сказать, да. Сама субмарина, кто управляет ей, потом подводник с камерой, дельфин. Единственное смутило такое ощущение, что это какие-то браконьеры, да, которые охотятся на дельфинов, убивают их, потому что здесь вот, как бы, да, гарпуны какие-то. И у человека, который с камеры снимает дельфина, у него сабля в руке. Ну ладно. Это уже, как бы, на совести создателей, да, этого набора. Здесь также с этой стороны представлен этот же самый наборчик. Так, какая-то игровая сценка. С этой стороны тоже самое. То есть вот он снимает дельфинчика. Да, прикольно то, что в этом наборе есть дельфин. В LEGO нет его. Ну, по крайней мере, я не встречал. С этой стороны размер модели, то есть подводная лодка субмарина в длину 14 см и высоту 8,5 см. Ну и на обратной стороне представлено, как бы, то, что можно собрать из этого набора. Два других варианта сборки этого набора. И, кстати, это было раньше у старых наборов LEGO. Было то же самое. Сейчас уже нет сзади, то есть какие-то экшн-сценки, какие-то действия набора. А раньше, в 90-х годах, когда вот был у меня выпуск про LEGO с детства, да, там, самолёт и катер полицейский. На том наборе я картиночку ставлю, если найду в интернете в ролик, на задней стороне коробки тоже представлены другие варианты сборки этого набора, что можно собрать. Ну что же, а теперь приступим к сборке и посмотрим уже, сравним человечков, который выпуск был про LEGO, про подводный скутер, да. У меня было сравним мини-фигурки, ну и посмотрим сами по себе, как держатся они на LEGO, не держатся. Ну и сам, просто раньше наборы брики были, ну они разваливались практически. Посмотрим, что изменилось со временем. Сейчас соберём и увидим. Ну, касаемо сборки, что можно сказать, сейчас я распаковал, да, этот наборчик. В коробке был один большой пакет, в который запакованы три пакета. Два из них можно было открыть, как обычно, LEGO-вские, два же, ну, как бы, самые большие, которые ещё внутри были, сбоку, он пришлось разрезать с помощью ножа. Так, ну посмотрим, инструкция довольно-таки банально простая, да. Здесь вот так вот можно посмотреть, да. Ну, в принципе, инструкция очень похожа, как были инструкции раньше в старом LEGO. Это сейчас они очень подробные, вот, раньше же так и было. Ну, и что касаемо сразу, да, самого набора, то есть кисти рук, да, всё отдельно у человечка. Ну, это как и весь брик. Ну что, сейчас я его соберу и уже снова подключусь. Я всё собрал, теперь пробежимся по самому наборчику. Ну, то есть в процессе сборки, по сравнению со старым бриком, ну, здесь гораздо всё было лучше. То есть ничего не отваливалось, в принципе, лодка нормально держится. Да, есть пара кусечков, но к этому вернёмся в процессе уже рассмотрения. Сейчас начнём, как всегда, с мини-фигурок. Наверное, даже сначала с дельфинчика. То есть, вот он дельфинчик, как в лего-вской акуле, рот не открывается. Просто банально кусочек пластмассы, да? Ну, сделан нормально. В сторонку откладываем. Часть, рассмотрим теперь часть подводного мира. Ну, здесь всё тоже просто. Напомню, детальки крепятся хорошо. Удивило прям. Всё классно, конечно. Не как в лего, но гораздо лучше. И ещё чуть-чуть и догонят лего. Так, теперь приступим к рассмотрению мини-фигурок. Посмотрим, это у нас водитель субмарины. Спринты только спереди. Ну, как в старом добром лего, да? То есть, классическом. Принт только спереди. На ногах ничего тоже нет. Но принт выполнен лучше, чем нормально даже. Вот, голова тоже классическая. Причём, она похожа... Выражение лица похоже на лего-вского пожарника. Да, если посмотреть... Ну, похоже очень. Я думаю, даже было выражение лица такого же у обычного лего. Теперь посмотрим того, кто в скафандре. Здесь у него, я так понимаю, это кинокамера. Вот первый косячок. Это вот эта штучка. Она никак не крепится, не держится. Она вываливается. То есть, вы играете. Оп, он там типа нырнул и всё выскочило. Вот так, в принципе, всё нормально. Давайте уберём всё. Это у него из рук. Единственное, только руки, да, были тоже отдельные. И вставлялись они с трудом. Саблю уберём. Но ничего не выпадает. Здесь принт немножечко похуже сделан. Но, в принципе, тоже нормально сойдёт, на самом деле. Но здесь, да, здесь вот баллоны с газом, с кислородом. Здесь ласты. И посмотрим выражение лица. То есть, да, обычно классическое практически выражение старого доброго лего. Вот, но здесь вот это вот... Сейчас прикрепим. Здесь вот эти вот болтаются. И как-то больше похоже, наверное, не на водолаза, а на какого-то космонавта. Либо кто сидит за штурвалом самолёта реактивного, да, где большие перегрузки. Либо даже не реактивного, а старого-старого самолёта, когда вот с белым шарфом летали все. Потому что, если здесь сравнить лего-вского, да, ну, различия, конечно, есть. Ну, то есть, понятно, там принты. Ну, вот, пласты, в принципе, выполнены так же, да. А вот в этом плане, конечно, да. Вот он, если посмотреть поближе. То есть, вот, да, как классно сделано у лего, да, и здесь как бы, ну, не очень. А так, в принципе, нормально, на самом деле. За свою цену 130 рублей. Супер, да, кстати, наборчик достался по цене 130 рублей. Через это один интернет-магазинчик заказывался. То есть, цена отличная, супер. То есть, у лего такой был бы, ну, рублей 800, наверное. Ну, и теперь главный элемент этого набора. Сейчас здесь всё уберём. Это сама субмарина. Но что-то, мне кажется, недобрые эти моряки. Счёт того, что кто снимает, у него была сабля в руках. Здесь, как гарпун, два маленьких и один большой. Такое ощущение, что они... Меня сын сказал, как ты вам сказал? Что они недобрые. Они недобрые, да. И куда они, зачем они дельфинчика? На что они хотят его? Как ты сказал? На мясо? Да, пустить, говорит, на мясо дельфинчик, наверное. Здесь стандартная, как и у Бриковых, у Пиратов, была вот эта стрелялка. То есть, да, вот. Вот так она сделана. Там пружинка. То есть, до конца отводите. Сейчас вот. Всё так получится. Так вот, да. Вот этот вот механизм, он ходит. До конца отвели, прижали. И вот так, оп, туда. Да, то есть, сейчас вот. Покажу получше. Вот, туда. Он держит. Ну, подальше его сейчас отведём. Вот, уже не работает. Ну, в принципе, она не очень. Вот он держится, да, и выстреливает так вот. Раз, и она выскочила. Ну, это не очень удобно. По поводу сборки лодки. То есть, вплоть до того, что классно всё даже здесь практически закрывается. Здесь вот подставочки такие есть, очень классные. То есть, популу, если вы везёте, да, вот так вот едет. Популу, у кого-то он действительно там плывёт, он выше. Но, есть небольшие недочёты. Ну, это, скорее всего, те, кто придумывали сам набор этот. Вот эти винты, вот эти винты, они выскакивают. То есть, да, вот ребёнок поиграл, говорит, тоже. Вот они просто выскакивают. Здесь дело в том, что крепятся они, соответственно, да, он когда вставляется, они вот крутятся. Как у, например, у Лего, да, откуда они взяли, скорее всего. Вот, да, вот он крутится, но оно ничего не выскакивает. Вот, как бы, его не трясли. Здесь же, но здесь косяк, как бы, да, вот в разработке. Здесь сделан там вот крест-накрест, да, вот так вот, если посмотреть, может быть, видно будет. Здесь это же в неё вставляется, да, но она, ну, она никак не будет фиксироваться. То есть, вы вставили, и он так же спокойно вваливается. Либо из-за того, что всё-таки это не Лего, у Лего поплотнее, но у Лего так и не придумывают. И когда ещё один косяк, должно, ну, недочёт даже не один, а второй, их всего три, наверное. Когда вы берёте поиграть, как правило, скорее всего, вы будете брать за эту часть. То есть, вот, раз, она отскакивает. То есть, если брать за какие-то другие элементы, да, это нормально. Вот, а так, конечно, он будет отскакивать. Ну, и здесь тоже. Они сами по себе могут здесь вот отвалиться, вот эти вот, отскочить, да. Вот так, в принципе, если аккуратнее, конечно, ну, нормально. И то, что, например, нашёл ребёнок, да, Ром, что у тебя там получилось? Человечек не держится, да, внутри? Ну, да, да, человечек не держится, внутри, да. Его нельзя посадить, да? Вот, его нельзя посадить, как бы вы ни старались его туда посадить. Вроде бы на картинке изображено, что вот он там сидит, да, но здесь ему мешают руки. Как ни странно это звучит. Он руками цепляется, и вот, он не может туда сесть, да? Вот, ну, в принципе, вот так вот туда посадить можно, положить, да, просто запихать, в принципе, когда играешь, в принципе, это неважно. Вот, а так, на самом деле, ну, задумка прикольная, вот такая классная субмарина. Деталек немного, но, блин, прикольная. Ну, скорее всего, они позаимствовали, скажем так, эту идею у Лего с ихими тоже подводными. Хотя, да, вот по поводу оружия у Лего тоже есть. Да, потом Рома вам скажет, как бы из первых уст, да, для кого это наборы сделаны, в принципе, соответствует возрасту 6+, он скажет, что ему понравилось, что нет. Ну, и по поводу Брика, да, у него нету наклеек, здесь все принты. Кто вот в Лего говорит, что ему особо не нравится, да, наклеечки здесь принты. Вот это из старых тоже наборов, вот там вот, с локатором, это, не знаю, не встречались мы такие в Лего. Вот, но, в принципе, да, по сравнению, как был сделан, какие наборы были, например, раньше, там, пиратская серия. Посмотрим, тоже пиратскую серию купил, посмотрим, как сейчас, может быть, что-то изменилось. А так, вот этот набор, вот, артикул, где вот больше тысячи, да, вот видите, раз, опять отвалилось. Вот, именно по сборке она не разваливается, здесь все плотно, и нет такого, что, как было раньше, там, еле-еле друг в дружку вы вставляете, да, эти детальки. Нет, здесь вставляется все нормально, и разъединяется нормально, и держится, не разваливается. Ну, и на последок, сейчас, смотрите, ну, это как бы недочет, да, ну, и вот здесь тоже, ну, это ничего страшного. И сейчас посмотрим, да, как бы человечек-то обычно вообще леговский встает, не встает держаться, то есть, ну-ка, ну, вот, все нормально, вот он держится, ничего не отваливается. Ну, и попробуем сейчас что-нибудь еще леговское сюда тоже прикрепить, классическое, да, ихнее. Сейчас снимем какую-нибудь детальку и посмотрим, здесь тоже разберем, посмотрим, держится или нет. Вот, да, спокойно соединяется, все не отваливается, все супер, классно, вернем обратно. Ну, что, Дором, еще что-то хотел добавить свое? Вот насчет пиратов, мы их тоже будем снимать. Да, обязательно посмотрим. Мы даже человечков вот примем. Да, вот посмотрим, какие раньше были человечки, да. Это, это, это как бы вот, да, это, это старый, это старый брик, человечки, да, из старых пиратов, там, типа, крепость, что ли, какой-то. Да, ну, какие вот выражения лица у них, особенно вот у этого, этот, ладно, этот со старого лега, но у этого. Посмотрим, такие же, остается, просто, ну, вот, если посравнить у новых, да, вот, у них выражения лица нормальные. Ну, что, подписывайтесь, ставьте пальцы вверх, кому понравилось, да. Всем пока. Пока. До скорого.